Братья и дорогие, я немножко в тревоге, у меня тема серьезная. Тема моя будет называться «Духовный рост, духовные возрастания». В основании читаю 2-е соборное послание святого апостола Петра, 3-ю главу, 18-й стих. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». Братья и дорогие, духовный рост или духовное возрастание – это великая задача. Это великая задача. Все живое растет. И, дорогие друзья, если рожден человек свыше, должен расти. И, что мы наблюдаем ныне в наших церквах, у наших крещенных, кого мы накрестили, вот мы не наблюдаем порою этого духовного роста. Нет роста. Знаете, еще когда мы готовим людей к крещению, и, если серьезно занимаемся с ними неповерхностно, углубляя их в Писание, заставляем выучить некоторые места наизусть, и это как-то их подстегивает. А потом уже и молитва увядает. И, так можно сказать, номинального христианства сегодня в церквах полно. Если вы со мной не согласны, скажите, номинальных христиан полно братья, служители, дети Божьи возрастать духовно. Давайте мы обратим на это серьезное внимание. Верующий, признавший Иисуса Христа своим Спасителем, осознает. Некоторые моменты осознает тот, кто принял Христа. Ну, я обращу внимание на три пункта. Первый. Отныне вся его жизнь должна доказывать, что он принадлежит Христу. Вот, дорогие друзья, некоторые основы, да? У человека, который принял Христа, жизнь должна доказывать и показывать, что его принадлежность Господу Иисусу Христу. Смотрите, мы читаем первое послание к Коринфянам, 6 главу, с 19 стиха 20. Раз вы не знаете, что тела ваши, суть храм, живущего у вас, Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценою. Пусть ему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Дорогие друзья, так глубоко апостол Павел обращается к Коринфянам Церкви с вопросом вот этим. Мы читаем в Колосинам 3 главу с 1 стихов. Там написано и так, если вы воскресли со Христом, то ищите гор Него, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, и тогда и вы явитесь с Ним во славе. Слышите, дорогие друзья, какое слово Колосинам написано апостол Павла? Если вы воскресли со Христом, то ищите гор Него, где Христос сидит одесную Бога. И о горнем помышляйте, а не о земном. Сколько этих помыслов, сколько уже сегодня слова было и ударений на этом, что наши, как-то мы приземленные стали. О горнем помышляйте, а не о земном. Это, дорогие первые, отныне вся жизнь должна доказывать принадлежность к Христу. Второе. Он должен все больше отражать образ Божий. Принадлежность к Христу, а собой отражать образ Божий. Колосинам, опять-таки, 3 глава, 9-10 стихи. Не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Какие-то глубокие слова. Не говорите лжи друг друга. Разденьтесь старого человека и облегитесь в нового, созданного по Богу. Дорогие друзья, это весьма важное место, что наша жизнь Христу. Это уже Христос для Христа. Давайте еще Ефесинам, 4 главу, с 20 по 24 стихи проследим. Написано так. Но вы не так познали Христа. Вы слышали от Него, в Нем научились, так как истина во и Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истине. Характер нового человека, созданного по Богу, праведность и святость в истине. Это, дорогие друзья, второе. Он должен все больше отражать образ Божий. Обособляясь для Бога, да, он должен отныне стремиться к святости в повседневной жизни. Человек, принявший Христа, он должен стремиться к святости. Сегодня тоже уже было много сказано нам о святости. Я некоторые места напомню, дорогие друзья. Это первое послание к фессалонитийцам, 4 глава. С первых стихов, так, в такие слова, до третьего. Засим, братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, принявшие от нас, как должно поступать и угождать Богу, боли в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше. Этот процесс не временный, не какой-то мимолетный, а постоянный. Да, освящение – это постоянный путь наш. Братья, почему сегодня уже и старец выступал, брат, здесь? Что братство, когда вступило на этот путь, начались освящение и очищение рядов своих. Привлечь Господа только таким путем мы могли. 2 Коринфянам 6.14 читаю. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмой? А как часто эти соединения происходят? 2 Коринфянам 7.1. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Все живое назначно к возрастанию. Путь освящения – это есть путь к возрастанию. Второй вопрос этой темы называется так. Какая же цель духовного возрастания? Вот мы увидели, как себя человек готовит для Бога, а цель какая? Цель духовного, дорогие друзья, возрастания. Духовное возрастание изменяет христианина, и он приобретает Богу угодный характер. Богу угодный характер. Переходит от плотской жизни к духовной жизни. Братья, братья мои, от плотской к духовной. Слушайте, что написано Галатом 5.16 и ниже. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. 24 стих. «Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями». Дорогие друзья, плотское поведение, плотская жизнь. Апостол Павел писал римлянам восьмую главу, он там говорил, что плотские помешления – суть вражда против Бога. Ибо противятся, да и не Богу угождать не может человек, живущий по плоти. Богу угодить не может, и живущие по плоти умирают. И между тем, дорогие друзья, сколько уже есть такого запаха смертоносного, потому что жизнь часто по плоти. Переход от плотской жизни к духовной – это цель духовного возрастания. Второе. Переходит от состояния детства к зрелости, к совершенного человека. Вы знаете, что часто в церквах беды бывают и болезни из-за вот такого состояния детского. Нет в зрелости, а детское и состояние. Поэтому это вредное состояние. Посланник евреям, 5 глава 13-14 написано так, «Всякий питаемый молоком не сведушь в слове правды, потому что младенец – твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Уже навык обретения, чувства к развлечению добра и зла. Детское состояние, дорогие друзья. Апостол Павел Кефесин в 4 главе 14 стихом пишет так, «Дабы вы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по хитрому лукавству обольщения, но истинною любовью все возрастали в того, который изглава Христос». Такой переход, дорогие друзья, от этого младенческого состояния должен осуществиться, чтобы мы уже были мужами Божьими в меру полного возраста Христова. Нас призывает Господь. Третье с этого пункта – цель возрастания – стремиться к совершенству. Дорогие друзья, я часто задумался в своей жизни и в тюрьме, когда был, и на Дальнем Востоке, что это такое совершенство. Когда пишет апостол Павел, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, 6 глава евреям, поспешим к совершенству. Я себе думал, что такое совершенство? И когда Христос на горную проповедь говорит, и в 5 главе 48 стихом говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. Вот куда нас направляет Дух Святой брать, как Отец ваш небесный. А выше он сказал, почему так? Он говорит, так, что Отец небесный любит и грешных, и праведных, и посылает дождь, и посылает солнце на тех и на других. А потом говорит, и вы так делаете, и тогда достигнете совершенства. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и обижающих вас, да будете сынами Отца вашего небесного. Братья, вот где совершенство, любить людей, не грехи, а людей, и служить людям, и вот это совершенство обретать, который был и есть у Отца Небесного, стремиться к совершенству. Второе Коринфянам 13,9. О сем-то и молимся о вашем совершенстве. Так он говорит Коринфянам. Дорогие друзья, Иаков 1,4. Так написано, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Это лишь несколько стихов напомнило нам, что нас Слово Божие ведет к совершенству. А Пётр, а послание к Тимофею, 3 глава, как написано, да, да будет совершен Божий человек, и ко всякому доброму делу приготовлен. Вот это, дорогие друзья, духовное возрастание. Четвертый пункт с этого параграфа, цель духовного возрастания – не порабощаться земным делам, но стремиться к небесным. Евангелие от Матвея, 16 глава, 26 стих. И что за польза тебе, человек, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Дорогие друзья, такие горизонты, такую высоту поднимает нас Господь и говорит, что за польза тебе, человек, приобретешь весь мир, а при этом душе своей повредишь. И самое большее это вреда наносит мы сами своим душам. Повредишь. Никто так нашей душе не может повредить, как мы сами себе повредить душе своей. Дорогие друзья, не порабощаться земными делами. Да. Евреям 11, 16 мы читаем такие слова. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Дорогие друзья, но они стремились к лучшему. К чему сегодня устремлена молодежь? Взоры молодежи. Дорогие друзья, в чем нам скорбеть и плакать и молиться? Не к лучшему, а к земному, к роскоши, к богатству, к комфорту, к уюту и так дальше. Братья мои, да, 2 Коринфянам 6, 18. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Куда смотрим? Куда смотрим? Вы знаете, я часто себе думал, думаю за Авраама, с молоду так. Богатый человек был, мог построить хороший дом себе, мог, а жил в шатрах, с Исааком, Иаковом. А кто они были? Они были наследниками того же обетования, что и сам Авраам. А почему это было так? Он искал города, имеющего основание, художник и строитель которого, Бог. Дорогие друзья, и это нас, нас людей, от последнего века, пред предшествием Христовым, говорит нам сегодня, духовное возрастание, цель его духовного возрастания, к небесным благам, устремить взор к небесным благам. И я еще читаю филиппийцам 3.19. Их конец, погибель, их Бог, чрево, их слава в сраме, они мыслят о земном. И 20-21, наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем из Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою которой действует и покоряет себе все. Духовное возрастание, да, это процесс, продолжающийся до смерти. Это процесс, продолжающийся долго, дорогие друзья. Источники духовного возрастания. Первый путь мы обратили, что Бог нам дает, хочет нам, чтобы мы возрастали. Второй, цель возрастания. Третий, источники духовного возрастания. Дорогие друзья, их таких тоже три. Это план Божий или воля Божия, чтобы мы духовно возрастали. Это дело Божие. И третье, это послужание искупленного Богом человека. Послушание искупленного. Давайте мы немножечко обратим внимание на каждый этот пункт. Да. Источники духовного возрастания. Это план Божий. Чтобы его дети стали подобными образу Иисуса Христа в святости во всем своем образе жизни. Римлянам 8 глава, 29 стих. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил, быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Предузнал, тем и предопределил». Его предузнание и предопределение Божие. И Бог нас призвал не к нечистоте, а к святости. И чтобы церковь была не повинна в день пришествия Христа. Свята и не повинна. Это Божий план. Дорогие друзья, я думаю, он осуществится сполна. 1 Петра, 1 глава 15-16 стихи. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках ваших». Ибо написано, будьте святы, «Потому что я Бог, я Бог, Отец ваш тоже свят». Это, дорогие друзья, план великого Бога. Дальше мы читаем, что это дело Божие, чтобы мы были святы. Мы читаем первое послание фессалонитийцам, 5 главу, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. «Сам же Бог мира». Слышите, он берется за это дело. Дорогие друзья, это тело Божие, «Сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте, дух, душу и тело, во всей целости, без порока, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Великая цель Бога, великое дело Божие, дорогие друзья. Первый Коринфянам 3, 6, 7. «Я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий суть не что, а все Бог возрастающий, возрастающий, все Бог». Вот это почему дело Божие, дорогие друзья. Кто-то насадил, кто-то поливал, а возрастил Бог. Ибо это вот дело Божие, сам же Бог мир, дело Божие. И вот мне нравится первое послание Петра, 5 глава, 10 стих. Слова такого содержания. «Бог же всякой благодати, призвавший в нас вечную славу своего Христе Иисусе, сам, по кратковремени страданиям, вашим, по кратковременно страданиям вашим, да да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». И так мы увидели, что это план Божий, наше возрастание, это дело Божие, это рука Божия. Братья, только предаться этому чудному извоятелю, и он чудное извояние сделает. И последнее – это послушание спасённого. От нас что требуется, братья? Немного послушания. И вот мы читаем, дорогие мои, послушание. Послушание искуплено, призвано отклонить грех и соответствовать воле Божией. Отклонить грех и соответствовать воле Божией. 1 Петра 1, 14. «Как послушные дети, не сообразуйтесь прежними похотями, бывшими в неведении вашем». А дальше мы уже читали, «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы». Какие дети? Как послушные дети. И в этом же, дорогие друзья, послании, в этой главе 22 стих «Послушание истине через Духа, очистивши души наши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Вот и глубины, куда нас сегодня Господь заводит, братья, послушание искуплено. Бог очень ценит послушание. Выше всех жертв, выше всех приношений, послушание ценит Бог. Да наклонит Он наши сердца к этому неизменному послушанию великой воли Бога нашего. Движущей силой послушания христианина служит его любовь к Богу и желание быть ему угодным. И прославляет его. Послушание не должно быть из-за страха быть пойманным на грехе. Не должно быть из-за этого. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страха. Четвертый пункт. Мы заканчиваем, дорогие друзья. Средства духовного возрастания. Оказывается, если Бог ставит какую-то перед нами цель, Он обеспечивает нас средством и к достижению этой цели. Есть средства. Средства духовного возрастания. Учение и изучение Слова Божия. Братья мои. Недавно у нас было молодежное членское, и брат задал вопрос. Поднимите руку, было человеку порядочно. Кто знает одну главу на память из Святого Писания? Пять рук поднялось. Пять рук. Кто знает одну главу Священного Писания? Я как-то в беседе в Барнауле был с молодежью, зашел в библиотеку такая богатая, девять библий насчитал разных изданий. И там, говорит, с молодежью побеседовать. А я им говорю, кто из вас пятьдесят глав знает на память? Они смутились. А кто знает тридцать? Тоже никто. А двадцать глав тоже никто. Братья мои дорогие, знание Писания, любовь к Слову Божьему. Знаете, как приятно слышать, когда Павел говорит о Тимофее, ты с детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Ты с детства знаешь Священное Писание. Дорогие, счастливы эти дети, в кого отцы клонят головы к изучению Писания. Я в ссылке находился три года с своими детьми. Поделюсь с вами. Каждую неделю мы изучали главу Писания. Дети со мной были там и успевали. Успевали главу изучать в неделю. А я своим братьям говорил, когда там жил на Далее, братья, стишок в неделю. Ну, начните, стишок в неделю из Святого Писания на память. Сколько вы будете знать за неделю? Семь стихов, а за месяц? Двадцать один. И так далее. Братья мои, это великое дело. И вот я попадаю на второй срок, попадает со мной брат с Черкас и тоже любит Писание. Такого дал Бог человека, любит Писание. И мы с ним опять-таки укунаемся в Писание, главав в неделю, а потом повторяем, и неверующий человек подходит. Что вы делаете? Писание изучаем. А мне можно? Ну, смутились мы так. А мы четвертую главу посланники Ефесиным изучали. Вот, повторяли. Он говорит, а мне можно? На, переписали ему. На следующую субботу он эту главу процитировал без запиночки. А когда я уходил с лагеря, ему еще оставалось год, он уже тридцать глав знал на память. Тридцать глав. Это же сегодня он пресвитер на Дальнем Востоке. Уванино поселки. Братья мои, любовь к Слову Божию. Это себе, это никому. Это для себя. Это никто вас никогда не отнимет. Вы знаете, как было плохо в лагере праздник. Братья сидят со мной. Братья, давайте споем псалом пасхальный на пасху. Никто не знает. Сборника уже нет. А я говорю, вы что, готовились в тюрьму, нет? Нет, не готовились, внезапно попало. Да, никто. А ну давайте места Писания вспомним. А нет же Евангелия, там нет Библии, тоже ничего, пусто в голове. Братья, средства к духовному возрастанию это великое, живое, святое Слово Божие. Почему Пётр и говорит, возлюбите чистое и словесное молоко, дабы вам возрасти от него во спасение. Я уже сегодня цитировал это место Писания, еще раз проведу 2 Тимофея 3,16. Все Писание Богодухновенно и полезно. Все Писание Богодухновенно и полезно. Для чего, послушайте, другие, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Принимает служение Иисус Навин Моисея. Принимает служение. И что ему говорит Бог? А Бог ему говорит в первой главе Иисус Навин записал эти слова. Да не отходит вся книга закона от уст твой. Но поучайся в ней иногда. Правильно я говорю? А, я думаю, как вы бодрствует. Но поучайся в ней день и ночь, дабы ты поступал благоразумно. Благоразумия не хватает то в одном поступке, то в другом. Сколько ошибок благоразумия не хватает. чтобы поступал ты благоразумно писание. Писание, дорогие друзья, это богатство. Я считаю, что это богатство. Первое. Второе. Возрастание, средство духовного возрастания, молитва. Молитва. Вы знаете, слава Богу, что мы здесь много молимся, но короткие молитвы, малые. А вообще вкус молитвы или глубину молитвы, это надо постичь. Вкус молитвы. Знаете, кто-то из авторов сказал, что Христос в Кефсимане весь в молитву превратился. Как бы его там нет, а молитва. Весь в молитву превратился. Бот был кровавый, как капли кровавый. Весь молитву превратился. Молитва. Молитва. Надо иметь уединенную молитву служителю. Если он не имеет молитву за запертой дверью, не будет успеха у него. Молиться. Братья, молиться надо и ночью, когда тихо. Никто не мешает слонить колени, поплакать. Поплакать хорошо. Да. Это великая честь поплакать перед Богом. И послание Иуды, что написано нам? 20-21. А вы, возлюбленные, зидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа для вечной жизни. А вы, возлюбленные, а вы, возлюбленные, да, как чудно заботиться, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Сохраняйте себя в любви Божией. Такое мы сегодня слово имеем, дорогие друзья. Филиппийцам 4-6, все вы знаете на память, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. с благодарением. Я уезжал на Дальний Восток, братья, и продавал дом. Продавал дом. И сделал уже акт продажи, все, а денег нет. Преподошел контейнер, грузим контейнер, а денег за дом нет. Хотя уже оформлено все, денег нет. И я вспомнил это место, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. вижу, жена волнуется. Я говорю, пойдем, поблагодарим Бога, что у нас деньги есть за дом. Мы пришли в комнату, там осталось несколько вещиц догрузить и поблагодарили Бога со слезами. Слава тебе, что у нас есть деньги. Последнюю вещь, совок какой-то мы положили в контейнер и бежит покупатель мой, весь потный, спонсора приводит своего и мы рассчитываемся с ним. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свое желание. Кто этот стих не знает, прошу, выучите его, служители. Да, послание филипийцам 4,6. 4,6. Думаю, что вы выучите его. Через чтение и знание Слова Божия, через молитву, регулярные участия в жизни местной общины, как в богослужениях, так и во всяком благоустройстве. Регулярные участия. Знаете, сейчас так повелось, что собрание пропустить легко. Ну, у меня работа. Вот, привезли какой-то груз, а я на стройке и пропускают собрание. И такой вещий стих Евреям 10,25 написано. Не будем оставлять собрание своего, как есть некоторых обычай, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматриваем приближение дня онного. Все видим, что день онный близок, да? Увещать друг друга, а собрание не оставлять, но будем увещевать друг друга. Дорогие друзья, надо, чтобы дом Божий стал нам родным, чтобы мы любили Божий дом, где мы сходимся на молитву, за счастье посчитали, какую-то услугу сделать для Дома Божия, привести в порядок и так дальше. Это требуется с нас. Да, дорогие, Ефесинам 4, 16, при содействии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви, при действии в свою меру каждого члена, каждого члена. Вот такое наше воспитание должно быть народа Божия. Ну и последнее в этом пункте средство это, братья дорогие, свидетельство словом и жизнью. Свидетельство словом. 1 Тимофея 4, 12, там написано, никто пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Я бы посоветовал всем проповедникам на эти пункты проповеди составить. Будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере и в чистоте. У вас комплект проповедей, хороший будет, конспект. Это слово Божие, дорогие друзья. Никто нанебрегает это свидетельство Слово и жизнью. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Итак, дорогие друзья, сейчас мы будем молиться Богу. Мы будем молиться. Я благодарен, что вы внимательно слушали Слово Божие. И сейчас хочу сказать, если христианин пренебрегает вот этим, что мы сегодня слушали духовным ростом или средства, которые предлагаются к духовному росту, то он остается в карликовом состоянии, прекращается духовный рост. А раз прекращается духовный, то идет деградация, да хранит нас Господь и поможет нам, дорогие друзья, как мы начинали. 2 Петра 3.18 повторить еще, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Я искал для души счастье в красках зорниц, в полуночной тиши, в щебетании и птиц. Но, томясь и грустя, убеждался в одном. Но, томясь и грустя, убеждался в одном. Убеждался в одном. Без Христа, без Христа, жизнь мертва и пуста. Если я без Христа, жизнь одна, суета, и все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом. И все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом. Я искал для души наслажденье во зле, удовольствие в лжи, света в сумрачной мгле. Но, томясь и грустя убеждался в одном. Но, томясь и грустя убеждался в одном. Убеждался в одном. Без Христа, без Христа, жизнь мертва и пуста. Если я без Христа, жизнь одна, суета. И все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом. И все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом. Не искал я Христа, но нашел меня Он. Я открыл, я уста, я прощен и спасен. И опять, и опять убеждаюсь в одном. И опять, и опять убеждаюсь в одном. Убеждаюсь в одном. Без Христа, без Христа, жизнь мертва и пуста. Если я без Христа, жизнь одна, суета. И все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом. И все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...